В третий день знаний во двор родной школы пришли сотни человек, школьники и их родители. Праздничное настроение портит лишь прилегающая территория. Улицы грязные, лужи на них глубокие, добраться на линейку не испачкавшись удается не всем. Алексей Бурашников, отец третьеклашки, говорит, за эти годы обстановка вокруг школы не менялась. После каждого дождя проливного, очень грязные, разбитые дороги, подходы к школе. Дети приходят, уходят чистые школы, приходят грязные, каждый день стирки. Ну, как бы единственное, что засыпать дорогу можно как-то хотя бы. Десятая школа находится в районе КПП во дворах. С трех сторон ее окружают гаражи и жилые дома. Задний двор упирается в грунтовую улицу Перспективную. Большая часть детей ходит в школу по Островскому, через гаражный массив. Основной путь учеников 10-й школы проходит через улицу Островского. Для этого им нужно перейти дорогу, на которой, кстати, нет пешеходного перехода. Но сразу после этого ты упираешься в лужу. И чтобы обойти ее, приходится перепрыгивать через канаву. Только потом ты оказываешься в относительной безопасности. Ну, то есть детям небезопасно ходить в школу. Ни пешеходного перехода, ни светофора, тем более, там никто делать не будет. Обращались в ГИБДД, сказали, что там не планируется ни пешеходного перехода. Дети идут вдоль САХа, там тоже никакого тротуара. Даже не отсыпан тротуар. Просто вот песчаная дорога. Вдоль проулка есть тротуар, но он, во-первых, слишком короткий. Дети все равно вынуждены выходить на дорогу. Во-вторых, не освещенный. Родители школьников обращались в городскую администрацию, ГИБДД и в приемную одного из кандидатов депутата Госдумы. Но все без толку. Год назад о проблеме рассказывали и Альфа-Новости. Тогда в городской администрации нам пояснили, почему нельзя закатать в асфальт проулок от Островского до школы. Данный проезд является, в первую очередь, техническим. Он проходит вдоль массива гаражей. И устройство асфальтового покрытия в соответствии с действующими нормами на сегодняшний день не представляется возможным. Так как минимальная ширина должна быть порядка 6 метров, плюс обустройство тротуаров. Там крутой склон у нас идет. То есть, если мы, допустим, даже сейчас постараемся сделать асфальт, то, возможно, если мы не выдержим существующие параметры, это может привести к трагическому исходу. А вот над обустройством тротуара к новому учебному году, то есть к сегодняшнему дню, тогда в администрации обещали подумать. Но за год ничего не изменилось. Дорога к знаниям для учеников 10-й школы так и остается небезопасной. Антон Сильвоник, Степан Юдинцев. Альфа-Новости. Альфа-Новости.